В этом году у меня был в мае доклад в Каневской, концерн Покровский. И тогда я говорил о том, что этот урожай будет очень трудно продать. Но никому не понравился этот доклад. На деле получилось хуже даже, чем я ожидал. Сегодня в своем докладе на весь разверните, пожалуйста. Доклад у меня короткий. Вкратце расскажем, покажу, что в России никогда не было высоких цен на зерно, потому что говорят, что 16 тысяч была высокая цена на зерно. Относительно чего это высокая цена на зерно. Вся инфляция она переложила на плечи сельхозпроизводителей. Если сравнивать сейчас, какие цены на зерно, то они соответствуют цене бензина 92-го, 28 рублей за литр. Вот такие сейчас цены на пшеницу. Урожай у нас остается вырос значительно. Меры поддержки и регулирования остаются игрушечными. И санкции у нас 1000 долларов на гектар. Я сейчас покажу, как они получаются. Ну и мы прирастаем. У нас зерновой клин расширяется. У нас присоединенные области Украины. Потенциал зернового производства растет. Но мы совсем не умеем работать с урожаем 150+. Так, следующий слайд. Не переключается. Нет, я нажимаю. Вот. Вот смотрите. Это графики показывают. То, что закрашенные области – это реальные цены, которые рыночные на зерно. А вот эти линии, они соответствуют инфляционной цене на зерно. И мы видим, что в России никогда стоимость зерна не достигала инфляционной. Но было там 2-3 касания. То есть, всегда зерно стоило в России дешевле накопленной инфляции. Тогда как все ресурсы производства, они увеличивают свою стоимость согласно инфляции. Что мы сейчас имеем? Мы сейчас имеем вот такую картину, что рыночные цены, они пополам ниже инфляционных. Даже если вы посмотрите на верхнюю часть таблицы, там где цены Чикагской биржи, там и то отставание от российской инфляции минимальное. У нас в России цены пополам ниже. Ну, соответственно, от этого и нет гармонии в аграрной экономике. Потому что вы сейчас спуститесь вниз и увидите, сколько стоит техника. И посмотрите, сколько стоит зерно. Потому что раньше, например, даже в прошлом сезоне, цены 16 тысяч на пшеницу – это низкая цена. Потому что инфляционная цена на продовольственную пшеницу должна быть 23 тысячи. На фуражную – 19,777, ну почти 20. А стоит это 10-12 рублей сейчас. И раньше Кировец стоил 2 тысячи тонн зерна, а сейчас это 4 тысячи тонн. И нигде ни в одной стране мира такого диспаритета нет. Поэтому бенефициар технологического развития агропром – это покупатель. Вся та техника, все те новые средства производства, которые внедряются, они идут не в карман фермеру, они идут покупателю. И урожай у нас вырос до 150 миллионов тонн. У нас интервенции остались в размере 3 миллионов тонн. И дотации 20 миллиардов – это ничто по сравнению с теми деньгами, которые изымаются экспортными пошлинами. Следующий слайд я хочу показать. Санкции сейчас составляют 1000 долларов на гектар. Слева график показывает, сколько оценка экспортных пошлин. Сначала, когда их начали применять, уже более 350 миллиардов рублей экспортные пошлины изъяли из аграрного сектора. Дотации вернулось 20 миллиардов. Правая сторона табличка показывает то, что мы теряем из-за дешевого доллара основные убытки на тонне зерна. Вот, например, по пшенице 8900 рублей, 912 рублей или по ячменю, по пшенице 9400 рублей – это убытки от дешевого доллара, то, что он стал 60 рублей, а пошлины всего 2700, и того 12 тысяч рублей на тонне – потери рынка. То есть мы знаем, что на мировом рынке курс доллар очень высокий против основных аграрных валют. Рубль вывалился из этого тренда. Если бы он не вывалился, как и у всех наших конкурентов, то мы бы имели вот такие доходы. Теперь эти 12 тысяч умножайте на свою урожайность и посмотрите, сколько сейчас рынок забирает с гектара. Это примерно те же тысячи долларов. Дальше мы посмотрим на эту таблицу и поймем, какой вред нанесло рынку укрепление рубля. Очень важно, какие мировые цены в национальных валютах экспортеров. И вот эта таблица показывает, что с октября 2021 года цены в аргентинских ПЕЦ выросли на 46%, цены в евро выросли на 17%, в казахских ТНГ на 11%, в гривне на 42%, а в рублях снизились на 13%. Если вы посмотрите вот этот тренд, то есть валютные условия экспорта, вот этот отрезок с начала сезона, видите, такой строгий боковик. То есть рынок работает на удержание неконкурентных условий российского экспорта. То есть наши условия, они наихудшие среди всех конкурентов. И мы сейчас ведем неравную конкуренцию на мировых рынках и теряем 1000 долларов на гектар. И это рынка нет, это ручное удержание цен. Вот этот отрезок это показывает. И мы отсюда не выбиваемся. У всех условия лучше, чем у нас, поэтому у нас экспорты не едят. Теперь давайте посмотрим, что с переключением вообще плохо. На следующий слайд. Рекордный урожай, эти две таблицы показывают, как мы грузим по железной дороге. И мы видим, что мы грузим на уровне прошлого года. У нас был 20-й год наибольшей ЖД-отгрузки, и мы сейчас на уровне прошлого года. То есть большого урожая, того, который мы убрали, 150 миллионов тонн, его в ЖД-отгрузках нет. Что это значит? Что весь урожай лежит на складах, за него никто не оплатил. Но рынок уже урожай обесценил, назначил свои цены, а съесть его он не съел. И то есть по этим демпинговым ценам он оплачивает тот объем, который потреблял в прошлом году. И поэтому выручка у аграриев очень низкая. Следующий слайд, пожалуйста. А это экспорт. Также рекордный урожай мы не видим в экспорте. На левой диаграмме опять 20-й год максимальные объемы на 18 ноября. И вот сейчас мы грузим так же, как в прошлом году. Нам надо много продавать, экспортировать. Но опять этого объема нашего урожая в экспорте тоже нет. Это говорит о том, что все лежит в запасах, не оплачено. А аграрии получают очень низкую выручку. Если мы говорим о том, что сейчас цены на уровне себестоимости, но они гораздо и ниже. То есть если они на уровне себестоимости, нужно продать все эти 150 миллионов тонн, вложить в производство, и мы по нулям получим новый урожай. Ну а деньги-то где? Если этих объемов нет ни в ЖД-перевозках, ни в экспорте. То есть соответственно, да, эти объемы все лежат в запасах и не оплачены. И у аграриев нет выручки. Поэтому итоги этой выставки ЮХАГР будут, конечно, плачевными по результатам. Однако, да, темпы черноморского экспорта России, Украины, Румынии и Болгарии отстают где-то в объеме 5,4 миллиона за 5 месяцев. Вот ноября. 27 миллионов ниже. Да, мировые цены имеют потенциал роста. Но у нас сейчас цены привязаны к экспортным пошлинам, которые будут этот весь рост срезать. И кроме того, мы можем увидеть дальнейшее укрепление рубля ниже 50. И поэтому весь рост мировых цен, скорее всего, будет нивелировано в 2023 году укреплением рубля. И аграрии опять ничего не получат. Закупочные интервенции при урожае в 150 миллионов тонн составляют 1,7 миллионов гектар. Это всего 1,16% от урожая. Ну, как разумеется, меры поддержки ни о чем. Вот смотрите, это цены. Индекс средней закупочной цены российского урожая по ценам софыкон. Это пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник. В тех ценах, которые у софыконы есть, взятые с учетом объемов производства. И вот мы видим, что индекс пришел на 12 тысяч рублей за тонну. И такое было в 2013 году. Как раз в 2013 году, в начале, бензин 92-й и стоил 28 рублей за литр. И вот сейчас мы там и находимся. Второй момент. Смотрите, в 2008 год, вот здесь, были закупочные интервенции. Когда урожай был 108 миллионов тонн, а закупочные интервенции были 9,6 миллиона тонн. А сейчас урожай у нас 150 миллионов, а мы покупаем 3. И вот как мы можем повлиять на рынок? Никак. И давайте посмотрим, что показывают нам мировые цены. Следующий слайд. Мировые цены – это фьючерсный индекс пшеницы экспортных стран. То есть основные экспортеры пшеницы, у них есть фьючерсы, которые показывают цены с дальними сроками поставки. И мы видим, что рынок уснул в коридоре 340-310. И ничего нам не обещают. До конца сезона аграриям не будет никакой прибыли. Потому что рынок лежит в боковом коридоре. И вряд ли из него будет выходить. Опять же, если мировые цены начнут рост, то, скорее всего, мы получим укрепление рубля. Так что ситуация очень тяжелая. И ее нужно лечить. Да, противоядие есть. Противоядие называется суверенная экономическая политика. Если мы ее будем придерживаться, то мы легко решим все проблемы зернового рынка. Просто если вы завели собаку, с ней надо гулять, ее нужно кормить. Если у России есть пашня, такой огромный огород в 50 миллионов гектаров, то этой пашней надо заниматься. Итак, санкции у нас составляют 1000 долларов на гектар. Это не конкурентное ограничение. Мы вряд ли технологиями какими-то эти объемы смотрим, эти убытки сможем компенсировать. Поэтому и будут итоги этой осени. Сегодня у сельхозпроизводителей вряд ли будут покупать новую технику, потому что большие сложности с обслуживанием договоров Росагролизинга по тем высоким ценам. Когда зерно было 16 рублей, знаете, что ежемесячный платеж за трактор или комбайн превышает 200 тысяч рублей в месяц. Одно дело, когда зерно не продается, и в прошлом высокие сезоны это все обслуживалось, сейчас нет. Инфляция вся на плечах аграриев, 28 рублей за тонну бензина примерно. Урожай у нас вырос, мы не можем с ним работать. Закупочные интервенции в 3 миллиона тонн они никуда не годятся. По налоге с 2009 годом они должны там 13 миллионов быть, под 15 миллионов. У нас какая ситуация? Что у нас произошло в внешней политике? У нас золотовалютные резервы в размере 300 миллиардов долларов оказались замороженными. Но если мы хотим заниматься своей экономикой и иметь собственную суверенную экономическую политику, нам надо не золотовалютные резервы формировать из заморских фантиков, а формировать резервы из национальных богатств. То есть из зерна, либо это редкоземельный металл, и уметь с этими товарами работать. Потому что у нас ситуация такая, что все национальное достояние России, это лежит в грязи, где-то гниет в полях, это никому не нужно, а все заморские безделушки как фантики сверкают, и мы это все покупаем, и мы в это вкладываемся. Никакой разницы нету, что разоряются мелкие частные спекулянты на рынок, что рынку разорять целые государства и страны. Никакой разницы. Чтобы не разоряться на рынке, надо уметь не сливать. Все сказки про то, что рынок сам себя отрегулирует, и он там все это устаканится, установится, это полный бред. Потому что после того, как цены на нефть сходили в минус 40, рынок уже стал просто своей волатильностью рвать реальные сектора экономики. Все помнят, когда рубль сходил на 120, доллар сходил на 120 рублей, потом он пришел на 60, и как чувствовал себя реальный сектор экономики. Когда вся торговля и вся коммерческая деятельность полностью остановились, люди нахватали убытки. Надо сейчас 10 раз подумать, нужен ли нам такой рынок. Поэтому выход один, что если когда у нас цены мирового рынка скачут под потолок, пусть прыгают, давайте продавать. Когда рынок падает и начинает разорять аграрное производство, и вот так вот цены пополам ниже инфляционных, давайте накапливать это все вместо золотовалютных резервов, государственные зерновые резервы. Все эти снимать провалы рынка, чтобы они не доставались спекулянтами. И выставлять, сейчас я вижу, что до конца сезона выход, выставить свои ценники по периметру России от 400 долларов, и все закупать в резервный фонд. А новый урожай, надо уже планировать производство и без экспортного потенциала. Вот и все. Если рынок ставит такие условия, если санкции заставляют нас быть неконкурентоспособными, они просто нас разорят, весь аграрный сектор. Мы, принимая санкционные условия, мы вынуждены будем работать на истощение производственного потенциала и на истощение сельской инфраструктуры, которой уже нет. Она вся в аварийном состоянии. Сейчас в каждом селе либо электросети аварийные, либо водопровода нет. Да, газ, водопровод, сети. Эта инфраструктура уже практически полностью уничтожена. Поэтому... Да, я все закончил. Инфраструктурный фонд – это все-таки дело государственное. На уровне хозяйства что может... Ничего не сделайте на уровне государства. Мы для того и вводили санкции, чтобы вы ничего не сделали на уровне хозяйства. И не надеетесь на это, что вы что-то сделаете. В этом сезоне выручки не будет. Вот мы закрываем с минусами. Потому что рубль не отскочит. И до конца сезона не будет... Не надеетесь, что будет отскок. И отскок цен компенсирует хранение. Большие проблемы. Они оказались больше, чем об этом я говорил в мае. На концерне Покровском, на конференции. Что на следующий год? А зиму уже поселили? Все. Я не знаю, что на следующий год. Ничего. Я вам говорю, пока мы находимся в санкционных условиях. И пока у нас нет правильных мер регулирования рынка, даже на что не надеетесь. Экспортные пошлины могут существовать. Но цены отсечения в них какие есть. 15 тысяч рублей, 13 тысяч рублей. Это вообще идиотские цены. Потому что никак инфляцию не отражают. Если у нас есть инфляционная цена пшеницы 23 тысячи, а там кукурузы 19-18. Вот эти должны быть ценами отсечения. Экспортные пошлины, они имеют право на существование. Но при правильной математике. У них математика в корне неправильная. И мы сливаем свои деньги. Мы сливаем все это в мировой рынок. Только потому, что у нас неправильные меры регулирования рынка. Это все на государственном уровне. Аграрием никакими новыми семенами убытки в 1000 долларов на гектар вы не закроете. Виталий, скажите пожалуйста, вот в данной ситуации пошлины вы считаете адекватной мерой со стороны государства? Или это все-таки чрезмерная мера? Второй момент. Я все-таки думаю, что кто-то мог как-то предупредить эту ситуацию. Ведь, наверное, есть кто-то и виновен в этом, что такая все-таки плачевная ситуация создалась. Или это все-таки закономерно? Я, насколько понимаю, что покупатели зерна пролоббировали эти экспортные пошлины. Может быть, даже это союз экспортеров зерна. По факту мы сейчас видим, что собрано 350 миллиардов, назад вернулось 20 миллиардов. Экспортные пошлины используются как кошелек в неизвестном направлении. Как ограничительная мера, возможно, она защищала от рисков. Возможно, думал Минсельхоз, что мировые цены будут 600-700-800 долларов за тонну. И она бы эти риски снимала. Но, чтобы она работала без ущерба для аграрного сектора, надо просто пересмотреть цены отсечения. Поставить такие цены, которые не мешают аграрному производству в условиях сегодняшней инфляции. Как выросли цены на средства производства. Она не будет кусаться, если там сделать правильную математику в этих экспортных пошлинах. И прибыль будет работать. И наше пензенское зерно, оно будет доезжать. И сибирское зерно, оно будет выезжать на рынки. Все сделано неправильно. Я же вам говорю, что частный инвектор разоряется на рынке, что государство разоряется. Потому что неправильные меры регулирования, нет барьеров. Надо работать, формировать не золотовалютные резервы, а зерновые резервы. Уметь с ними работать, оцифровать элеваторы, видеть движения. Это наше хозяйство. И мы всегда говорят, что это дорого. Я говорю, что есть ваше хозяйство. Нужно в него вкладываться и развивать. И в этом будет сила российской аграрной экономики. А сейчас у нас... Конечно. Я поставил бы двоечку аграрной политики и политики регулирования рынка. Все перековано, перекошено в пользу экспортера. Но посмотрим, что мы соберем на следующий год по зерну. Друзья в зале, есть вопросы? Пожалуйста. Друзья Алексеевич, подскажите, пожалуйста, с отдельной пшеницы у нас никаких перспектив на следующий год не наблюдаешь. Судя по тому диалогу, который сейчас здесь мы видим, его просто необходимо заморозить, хозяйство сохранить, для того, чтобы сохранить тот потенциал денег, который может впоследствии получить сих пор товаропроизводителя от своей деятельности. Тогда, значит, надо пересматривать и предлагать какие-то другие культуры, альтернативные для производства на 2023 год, чтобы как-то выровнять ситуацию на рынке и насытить рынок другими, может быть, более конкурентоспособными культурами на сегодняшний день. Если мы произведем гречки, 20 миллионов, мы же тоже никуда не денем. Все нишевые культуры – это культуры с малой емкостью. У нас есть культуры без экспортных пошлин. Мы можем их производить и с ними работать. Но это опять нужно большую работу проводить. Большие объемы произвести не сможем. Я бы планировал производство 2023 года без экспортного потенциала. Вот на это мировой рынок отреагирует. Если Россия не будет поставлять, мы должны сейчас уже после того, как санкции ввели, либо мы разоряемся в ноль, либо мы выставляем ценник по периметру, пусть на пшеницу, 400 долларов. Через два месяца порты Румынии, Франции, Украины истощаются. И мы в 2023 году продаем зерно по своим ценникам. Пока у нас не покупают, пока Франция покупает, Румыния, Украина грузит, мы это грузим в резерв, давая ликвидность сельхозпроизводителям, чтобы они как-то жили. Но сейчас, понимаете, в кризисе у рынка нет мозгов. И всегда те, кто экономисты, и что нас наука спасет, в кризисе она никогда спасает, потому что рынок работает на разорении. Сейчас такой период. Его надо как-то пережить. Поэтому единственное было бы, чтобы мы начали работать с зерном по-серьезному, строили хранилища, формировали вот эти государственные фонды и спасали сельхозпроизводителей. А дальше уже работали. Но я уверен, что без российского зерна мировой рынок не обойдется. И мы под это мизерное предложение Румынии, которые там грузят копейки, Украина грузит, Франция. Мы просто сливаем свое зерно, потому что мы работаем с дисконтом с большим, к заливу американскому, к французским портам. У нас большой дисконт. Идет вывоз капитала. И он идет под предлогом санкций. Из-за того, что у нас с судами проблемы, со страховками проблемы. Мы должны, прежде всего, приостановить этот вывоз капитала, скупать зерновые резервы и выставлять тот ценник, который нас устраивает. Захотят брать, пусть берут. Не захотят, будем производить без экспортного потенциала. Ну, чтобы ликвидности хватило. Еще вопросы есть? Нет. Виталий Анатольевич, спасибо за интересное сообщение. Пожалуйста, всегда на связи. Виталий Анатольевич, да, коротенько, пожалуйста. Какая вероятность, что что-то разумное произойдет на уровне министерства сети? Нет, я вам сегодня выводы говорю, и в мае я выступал в Покровском, чисто по выводам математики рыночной. Она показывает, какие тренды, как рынок работает. Нет рынка, а есть удержание российского экспорта в неконкурентных условиях. Я полагаю, что это будет продолжаться до конца СВО. Будет оно 2-3 года длиться. И у нас будет такая политика. У нас экспортные условия будут наихудшими среди всех конкурентов. И это надо кончать и завязывать. То есть нужно кардинально, мы сейчас должны слезть с рынка, потому что рынок сейчас это не благо, это разорение. Минсельхоз должен понять и принять адекватные меры. Я вот с зерновыми резервами, и, конечно, не в 3 миллиона тонн эти закупочные интервенции должны проходить, а гораздо больше. И именно планировать 23-й урожай с минимальным экспортом потенциала. Продолжение следует...